Мы никогда не знаем, насколько пойдет цена, какой будет пролив. Вот здесь, на дневном графике, я вижу, что здесь был очень сильный уровень горизонтальной объема. И он совпал с локальным объемом. Это говорит о том, что это зона, за которую будут здесь бороться. Это говорит о том, что здесь очень-очень был сильный уровень. Дальше я уже смотрю именно структуру рынка. Дальше здесь уже был сигнал на вход. У меня здесь ордер был на вход именно здесь. Условное заходило. Стоп. у меня здесь был вот за максимум. То есть здесь я вошел в рынок, по своей структуре рынка, и рынок пошел вниз. И вот самое главное, что я вышел, получается, вот я про что говорю, я вышел вот здесь сегодня условно. То есть мы пошли вниз, и потом рынок еще вот прошел, получается, вот я, получается, недополучил 1500 пунктов. То есть рынок пошел вниз. Ну, во-первых, еще раз говорю, что никто не знает, докуда пойдет цена. Вот сегодня пошел какой-то пролив, да? И если мы видим, что часто такие движухи проходят, тогда это другой вопрос уже. Здесь бы я смотрел на уровни более старшего таймфрейма. Я всегда это делаю, потому что более старший таймфрейм показывает нам в целом контекст, и где находится ликвидность более старшего таймфрейма, куда пойдут, скорее всего, стопы собирать. Вот можно открыть там, посмотреть, что было, да, примерно. То есть может быть там какие-то были, скорее всего, там диапазоны и так далее. Вот может быть он идет сейчас вот в эту зону, вот которая нижний уровень, раз, два, три, прям вот этот вот минимум, который тени прям есть, да. Это вот за ними, за всеми, ну, зона как бы определенная, да, есть определенная ликвидность. Там какие-то стопы трейдеров, которые лонговали, там покупали, они поставили сюда в надежде на то, что будет расти. Сегодня начался пролив, но, кстати, вот у вас примерно, я так понимаю, один к трем, вот тоже были на часовом таймфрейме, видите, ну вот эти зоны слева, прям опорные точки, то есть видите, три прям зоны. То есть по факту мы можем на них ориентироваться, где ставят там стопы, да, то есть по факту такие ловушки, зоны ловушки. Это как раз вот, если мы говорим о нисходящем движении, то у нас как раз-таки ближайшие наши поддержки, это уровни вот эти визуальные, куда люди поставят стоп. Стоп, который лонгуют люди, люди, которые покупают, они поставят сюда. Значит, если началось движение, можно скинуть небольшую часть здесь, потом на следующем уровне. Сейчас идет, скорее всего, мы сейчас пробьем 64200, то есть можем кольнуть сюда, спокойно уйти. Вот он, кстати, сейчас даже идет, мне кажется, вот, да, да. Вот это как бы хороший уровень, то есть он может его не пробить, но мы должны фиксировать в этих зонах где-то, потому что мы не знаем, насколько будет сильный пролив. Да, можно потом сказать то, что вот, типа, он же еще ниже пошел, но это никто как бы не может предать. Но мы должны хотя бы скинуть какую-то часть. Вот сейчас он, кстати, может и придет, то есть пока мы будем сидеть и разговорить. Пока говорит, вот сейчас дойдем до датайка. То есть мы вот так можем определять цели на самом деле. Вот ты часто будешь видеть, что есть рост какой-то, и этот рост до этого, который был, он сопровождается всегда откатами. И вот есть минимум волны, вот это я, есть максимум волны. Вот если мы говорим о том, когда мы продаем сверху, то ближайшие цели, это, то есть в идеале взять вот этот диапазон, который был на более старшем таймфрейме, разделить его там поровну примерно, и вот нижние уровни, которые будут там, это опять же та же зона дисконта, можно сказать. То есть если мы берем диапазон, где будут покупатели больше заинтересованы в покупках? В нижней части. Мы не знаем, где именно. Но после середины мы уже можем примерно раскидывать цели и закрывать там позицию. Но у вас должна быть какая-то база. Например, у меня тоже это есть база. Там один к пяти я держу по-любому. Угу, угу. Я держу по-любому, и я не буду, то есть я не буду раньше там скидывать, потому что я знаю, что это математику портит всю, ломает. То есть математика, я имею в виду, когда мы рискуем в какой-то сделке, там у нас 100 долларов, например, то если я начинаю рано закрывать позицию, частично, у меня убыток получается 100 баксов, а я планировал получать там профит 1000, например, а вот этими частичными скидываниями, слишком быстрыми, я там получу 300 всего, хотя у меня была цель 1000. И получается, что у меня несколько стопов, они просто съедят как бы всю мою прибыль. То есть надо еще ориентироваться у нас на старший таймфрейм именно на уровне, то есть куда мы можем прийти. То есть у нас много дозор. Да, вообще логика в этом всегда, то есть мы, то что вы нашли крутой паттерн на там минутки, да, ой, там пяти минутки, минутки, без разницы, это очень круто, если у вас высокая вероятность положительного исхода сделок, это очень круто, но если вы подвяжете еще логику старшего таймфрейма, потому что там деньги, там основные деньги, то есть сбор ликвидности, он происходит обычно явно. Когда подходит тик-тик, это скорее всего, либо будет отскок, чтобы собрать еще людей, которые хотят там покупать, а потом еще раз дернуть вниз, чтобы их вынести. То есть когда подошли вроде бы к уровню, вроде стоят рядом, но отскочили почему-то. Почему? Люди начинают, о, отскок, отбой. Все, они начинают покупать, 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 а потом проходит какое-то время и выносят вниз всех.